Все, процесс пошел, всем привет! Сегодня 16 мая, тема торговой марки, патенты, пендинг и бренд-регистры. По бренд-регистре, в принципе, чуть-чуть вчера мы упомянули с Игорем по поводу того, что можно запускать индийские торговые марки более дешевые, то есть сама механика дешевле, регистрация дешевле, наверное, быстрее, не знаю, но в любом случае государственная пошла однозначно дешевле, потому что, насколько я помню, был 90 долларов в разговор. Сегодня пришел человек ко мне по поводу украинской торговой марки, спрашивал, как бы здесь уже все по-своему делают, мое мнение одно, в любом случае делать сам начал просто хорошо, и даже какие бы там протоколы, как бы там по международным правилам мы и делали, в любом случае американская торговая марка – это наша материальная ценность, которую мы можем в будущем и продать, и там унаследовать, и так далее, и так далее, просто было бы что. Вот. Бренд-регистри в любом случае на данный момент у нас, насколько я понимаю, ну, пока еще толком непонятно, но в любом случае та информация есть, и те скрины, и то, что люди сейчас пытались зарегистрировать в бренд-регистри, а не получается, связано с тем, что как бы запрашивались в торговую марку. Так, что-то эфир прервали, у меня пока… Да, у нас звук. Все нормально. Ну, значит, интернет что-то там, квакает. Ну, вроде восстановился. Так, вот, в принципе, такая вводная вещь, сейчас давай тогда расскажи. Сначала презентацию давай проведем. Вот. А потом я как бы уже добавлю уже конкретно по той ситуации, по бренд-регистри и по, соответственно… Ну, в конце мы подытожим по патент-пендингу, я уже говорил. Торговая марка с патент-пендингом – это разные вещи, но смысл один и тот же. Торговая марка для меня лично – это оборона, чтобы к нам не цеплялись. То, что для чего бренд-регистри делалось? То есть, естественно, для многих вещей, но в первую очередь это делалось для того, чтобы, ну, по крайней мере, по моему опыту, чтобы не цеплялись, прилипало. Если есть бренд-регистри, можно было раньше пожаловаться в чат Амазона и достаточно быстро их отцепляли. Сейчас, на данный момент, если делать выкуп, это очень долго и дорого. Ну, даже дорого, там, деньги назад вернутся, просто очень долго. А в товарах типа трендового, где там бешеные продажи и все остальное, цепляться может в день по нескольких человек. То есть, ну, просто это бестолковое занятие, очень такое проблематичное. Торговая марка нам позволяет это делать даже без бренд-регистри. Все, передаю тебе тогда, рассказываю. Добрый вечер всем. Сегодня мы поговорим о всех нюансах регистрации торгового знака в США. Да. И давайте начнем с небольшого ликбеза. Процесс регистрации в США занимает от 6-7 месяцев до 24. Обычно американские адвокаты пишут 6-7 месяцев. Это, скажем так, рекламная акция из серии до получения первого письма и так далее. Также у них есть очень интересная практика. За каждое письмо, за пересылку письма, выставлять таксу, которая довольно-таки существенна. Сразу же после того, как мы подаем торговый знак, мы получаем регистрационную ноту. Вы сможете писать трейдмарк пэдлинг. Обычно в Америке все пишут патент пэдлинг, что не совсем корректно. Также сможете использовать символ TM, трейдмарк. Регистрация распространяется только на США. Нужно обязательно определиться со своим товаром или с категорией товаров. К примеру, одежда. Одежда относится к нескольким классам. Допустим, носки, рубашки могут относиться, вернее, они относятся к одному классу. Но вот, к примеру, майки, кепки будут относиться уже к другому классу. Чем это чревато? Если вы продаете носки и кепки, то при регистрации у вас будет двойная цена за два класса. Каждый класс стоит 275 долларов. Это госпольза США. Прежде чем начать процесс регистрации торгового знака или хотя бы ввозить товар, нужно обязательно провести поиск на чистоту, на подобие торгового знака и так далее. В чем сложность регистрации торговых знаков? Что разница в две-три буквы не является отличительным признаком для торгового знака. То есть на практике всем известны найки или найкон. Найкон будет, естественно, отказом. Примерник я правильный, потому что найки являются общеизвестным торговым знаком. А если класс другой? Каким из холодильника найкова будет? Вот к чему я и веду. Если найки являются общеизвестным торговым знаком, если торговый знак общеизвестен, то он будет отказан по всем классам. Скорее всего. Это 99,9%. Я тебе принял завал, вот МАК. Смогли сделать торговую марку. Им это обошлось очень дорого. Я говорю, что обычно в 99% это отказывается. И насколько я понимаю, у них там была своя специфика. И адвокаты очень сильно потрудились над этим. Это большая фирма для того, чтобы получить этот ЯМАК. Но общепринятое понятие, что общеизвестные торговые знаки отказывают. Также торговые знаки могут звучать одинаково. То есть пишутся они по-разному, но звучат они одинаково. Тоже будет отказ. Нельзя также подавать на торговый знак имена актеров, знаменитостей. Например, Майкл Джексон и так далее. В принципе, все сводится к классификации. Если в данном классе нет такого же торгового знака, то, скорее всего, вам его выдадут. Есть еще принцип в одном и том же классе. Могут быть разные товары. Тоже выдают торговые знаки. Но встречается по экспертизе признак принцип одной торговой полки. То есть шорты и рубашки, в принципе, разные товары, по идее и кепки, к примеру. Но экспертиза посчитает, что они продаются на одной полке в торговом магазине и, скорее всего, может дать отказ. И придется обосновывать что-то. То есть нанимать адвоката, писать обоснование и доказывать, что данный товар все-таки отличается очень сильно, и он не встречается на одной и той же полке. Это что касается классификации. По классификации можно определить стоимость подачи, то есть количество классов. Все это входит в предварительный поиск. Он стоит от 100 долларов. После предварительного поиска мы можем посоветовать, какие шансы на положительную регистрацию. Либо сразу скажем, что бессмысленно регистрировать, либо это будет 100% отказ. Также посоветуем, что лучше подавать. Либо словесный торговый знак, то есть слово, либо логотип, комбинацию, либо просто логотип. Опять, за каждый класс ЮСПТО взимают пошлину 275 долларов. Мы взимаем фиксированную плату в размере 400 долларов за наши услуги. Это не включает ответы эксперту на сложные возражения или отказ. Это отдельная стоимость. Чтобы заказать поиск, нужно название знака, изображение. То есть, возможно, он написан каким-то шрифтом. Можно указать даже шрифт. Шрифты бывают платными. То есть, это нужно проверять. Заранее не советую использовать платные шрифты. Проверяется это на сайте myfonds.com. Например, есть много вариантов для проверения. И если у вас есть логотип, то, конечно, предлагайте логотип. Также для поиска нужны товары или ссылки на продукты. Если вы уже торгуете на Амазоне, ссылка с Амазона. Если только начинаете торговать, то товары было бы желательно ссылки к конкуренту. Если под брендом, это значительно упростит классификацию. Также более точно поможет определить стоимость регистрации. Как я говорил, регистрация зависит от количества классов. После поиска для регистрации нам понадобится дата первой продажи каждого продукта. Для чего это нужно? Есть два способа подачи, два способа регистрации. Либо вы уже продаете, и тогда это дешевле, либо вы не продаете, и вы подаете декларацию о том, что будете продавать в ближайшее время. То есть, после получения торгового знака, решения о выдаче торгового знака, у вас будет шесть месяцев на то, чтобы подать доказательства, к примеру, фотографию с логотипом товара, в том, что вы начали его использовать. Это дополнительные расходы в 200 долларов. Поэтому настоятельно советую запускать товары, которые уже продаются, либо будут продаваться в ближайшее время. Можно продлить вот этот вот срок шесть месяцев неиспользования, не продажи товара, неиспользования на полгода. Данное продление стоит 250 долларов, опять же, в зависимости от класса, от количества классов. Можно продлевать это шесть раз, каждый раз это будет стоить по 200 долларов. Также для регистрации понадобится имя, адрес гражданства, если заявитель является физическим лицом, или название фирмы или место регистрации, если заявитель является юридическим лицом. Краткий список цен предварительный поиск включает в себя классификацию от статус долларов. Он позволяет оценить стоимость регистрации и в отличие шансы, стоит ли подавать. Иногда после поиска можно сразу рассказать, что будет стопроцентный отказ. Подача документов складывается 400 плюс 275. За каждый дополнительный класс плюс 275 было. Процесс получения от 7, это когда приходит первое решение о том, что либо положительное, либо есть какие-то возражения. Если есть возражение, то это все затягивается на 10, 11, 12, 14 и так далее. До двух лет может быть. Если приходит возражение либо отказ, то это оплачивается дополнительно. Если приходит отказ или очень серьезное возражение, мы нанимаем американских потерпных поверенных либо адвокатов. Есть те и другие, в зависимости от сложности. Нанимаем те, которые больше подходят. То, о чем я говорил. Пункт номер 4. Доказательство использования товара. если вы сразу подали торговый знак не предоставив доказательства использования, то у вас будет дополнительная такция в 200 долларов. Если все правильно подали, уже продавая товар, то это такса не обязательно. То есть вы ее не платите. также вы не пользуетесь следующий пункт продления пилда за неиспользование товара. Обычно интересный пункт из 6 систем. Обычно все адвокаты также рекламные предложения никогда не указывают, что торговый знак нужно платить за поддержание его в силе. Это в любой стране. Также в Америке есть нюанс подачи алфодемита. То есть через 5 лет нужно подать заявление о поддержании использования товара. Это от 250 долларов за класс. Также каждые 10 лет обновление защиты от 625 долларов за класс. Продлевать вы можете это до бесконечно. Пока вам выгодно, вы вводите и продлевайте защиту на 10 лет. Если вы считаете, что вам это невыгодно, вы прекращаете уплату и теряете защиту. Что касается процедуры подачи предварительного патента. Оно дает право бронировать регистрационный номер и приоритет на один год. То вы подаете свой патент и год оценивает, стоит ли вам подавать настоящий патент и у вас сохраняется предварительный счет. Опять же делается предварительный поиск обычно по патента стоит вон от ста долларов. Подготавливают чертежи и от сайм. Чертежи можете сами подготовить, если они будут качественно сделаны, мы их примем. Подача документов под 500 долларов. Патент пендинг всем известен, как говорит Денис, с точки зрения защиты и отпугивания хайджекеров и так дали. Можно даже его использовать как атаку на них. Торговая марка защищает больше. Мало вероятно, что кто-то будет торгов торговать аналогично товаром. А вот патент это уже совсем другая история. Да, в патентах есть большой плюс, что патент по сути своей по уровню защиты является на порядок выше, чем торговый знак. То есть, если с торговым знаком можно сделать какой-то ребренинг и так далее, то патент значительно по уровню защиты выше. Вторым уровнем защиты является патент на дизайн. Они дешевле в Америке, чем патенты на изобретение. То есть, оценочная стоимость патента на дизайн в районе это подача 2000 долларов. Ну, по минимуму может быть от 1750. Также могут быть возражения, переписка от экспертов при подаче патентов. цены на возражение и отказ тоже находятся в этом же районе, что именно торговый знак обычно от 100 до 800 долларов. Поддержание юридической защиты патента на 15 лет это от 700 долларов. Это патент на дизайн. Что такое патент на дизайн? Самый простой пример всем известные очки Polaroid. Их форма это патент на дизайн. Патент на изобретение это уже сами стекла данных очков, которые поляризуют свет и защищают глаза как эффект. Процедура подачи патента на изобретение отличается в первую очередь поиском. Обычный поиск по патентам включает в себя просто действующие патенты, не будут вам мешать торговать. Что касается поиска на новизну при подаче на изобретение, то здесь ищутся все патенты, которые были когда-либо. То есть они могут быть даже не только патентами, а просто какими-то знаниями, опубликованными в какой-то статье. то есть проводится поиск на новизну. Патент на изобретение включает в себя принцип, что объект устройства должно обладать каким-то новым свойством, либо новой характеристикой, либо новым методом использования или производства товара. патенты на изобретение также обычно подготавливаются в чертежи, описания. Патенты на изобретение в Америке очень дорогие. То есть в принципе нужно рассчитывать на сумму где-то на самый простейший патент этой серии скрепки, кнопки какого-то переключателя в районе 5000 долларов. Процедура также при подаче патента на изобретение очень долгая переписка с экспертами по поводу терминов перевода и так далее. К примеру, недавно просто за перевод патента на английский язык было заплачено 3000 долларов. за качественный технический перевод. Но патент естественно был большой. Поддержание юридической защиты на 20 лет патента от 800 долларов до 8000 800 долларов это скажем так первый взнос. Оплата производится в три этапа полтора года, три с половиной и семь с половиной лет. То есть итого СОПа будет 8000. Возможно что касается патентного поиска я хотел просто это часто задаваемый вопрос с торговыми знаками проще объяснить что нужно предоставить торговый знак логотип товар двух словах проще объяснить. с патентами ситуация более сложная и с патентом поиска то есть как результат патентного поиска проводится результатом патентного поиска будут все действующие патенты к примеру в США но когда есть технический нюанс когда производится поиск допустим поиск производился для ультразвукового прибора назовем его лампочка с ультразвуковым сенсором или инфракрасным который включается от движения то есть мы делаем поиск по ультразвуковой лампочке с датчиком вот мы сделали данный поиск но может быть точно такая же лампочка сенсором который работает на совсем другом принципе к примеру на таймере на еще тем поэтому появляется небольшая неточность в определении патентов чем больше ключевых конкретных слов выданных для поиска по патентам тем более будет точный результат если же вы даете допустим поиск два слова и результат у вас будет соответствующий и также с патентами есть такая особенность что поиск не выявляет 100% всех патентов есть патенты также как и торговые марки которые находятся в приоритете допустим он из какого-то штата Юта был там получен и потом он перешел на федеральный уровень или точно так же из Китая китайец получил патент в Китае и потом он переходит на международную процедуру этот патент публикуется через полтора два года в США мы проводили поиск по патентам сегодня он был опубликован завтра мы его не видели при поиске отсюда есть такое понятие приоритета и заранее есть неточность результатов почему кстати ЮСПТО берет такие сроки на экспертизу потому что они в принципе ждут пока будут опубликованы все патенты с приоритетом это не только проверка наподобие на похожесть торгового знака в большей степени не ждут пока будут опубликованы международные или местные торговые знаки и патенты ну и рекомендации что нужно вообще делать при запуске какого-то своего товара при патентном поиске первую очередь стоит запросить у поставщика запатентован ли товар взять обязательно номер в какой стране запатентован товар также стоит спросить есть ли какие-то торговые знаки зарегистрированы у его других клиентов обычно поставщики дают данную информацию как второй этап очень удобно сделать поиск на амазоне вашего товара с ключевыми словами патент-бендинг или регистры вы сразу же получаете общую картину иногда этого вполне достаточно чтобы понять что с данным товаром не стоит работать даже поиск не нужен конкретно и последнее изучите свой товар составьте ключевые слова синонимы подобные слова может быть чем-то похожие технически это очень поможет и вам для поиска а также для патентного поиска и так заключение хотелось бы показать схему процедуры вернее этапы прохождения регистрации торгового знака данная информация взялась прямо с сайта как я сказал есть два способа подать когда вы уже торгуете товаром что является наиболее простым вариантом и более дешевым здесь показан вариант когда вы уже торгуете данным товаром то есть подали заявление заявление было проверено может быть сразу же опубликовано если нет могут быть письма через 6 месяцев могут быть письма по уточнению по каким-либо возражениям и так далее вы ответили на эти письма идете дальше не ответили отказ то есть если было какое-то серьезное возражение или отказ вам отказывают через 6 месяцев если они нашли какой-то подобный торговый знак либо они нашли точно такой же торговый знак который был в приоритете то что я говорил что они побытовались и дальше подобная процедура тех же самых возражений отказов и так далее заканчивается она в принципе можно посчитать 6 2 месяца 3 месяца 3 месяца минимум это год не считая временем что на каждое возражение или отказ тоже уходит какое-то время чтобы его написать в конце есть 2 такс то о чем я говорил через 5 лет нужно заполнить декларацию и через 10 лет обновление декларации обновление защиты это так скажем так более упрощенная процедура самая простая процедура когда вы уже торгуете товаром если вы не торгуете товаром процедура обличительно осложнение вот это здесь она идет дальше подали опубликовали и идут возражения как видите вот в предыдущем слайде здесь уже все возражения были закончены и вы уже получили свой торговый знак это если вы не используете не продаете товар вам добавляется вот такая еще дополнительная морока скажем так и точно такие же подачи и все и каждая подача на использование товара на продление на доказательство то что вы правили что вы действительно используете данный товар тоже есть нюанс о том как это доказать все это естественно дополнительные расходы о чем как обычно все адвокаты не предупреждают и фирм обычно они говорят что мы можем вам даже за 200 долларов его подать 200 плюс 10 5 или 600 там и так далее и все у вас будет торговый знак не предупреждают никто не предупреждает что есть дополнительные расходы во-первых за поддержание усилий за возражение и так далее ну и это уже процедура пострегистрации когда торговый знак зарегистрирован тоже есть свои процедуры в основном это иногда бывает что подают допустим один товар уже продается а другой еще не продается и на один товар упрощенная процедура это все в одной заявке в одной регистрации на один товар идет упрощенная процедура на второй товар который вы еще не продаете идет усложненная процедура и вы дальше уже подаете допустим, после решения о выдаче регистрации вы даете заявление о том, что вы начали его использовать, это дополнительные расходы и так далее. В принципе, в общем, так я закончил. Все понял. Давай здесь вопрос как раз. Ты немножко такой в сложности уходишь. Здесь очень многих людей беспокоит и мне задавали стабильный вопрос. Это связано с тем, сколько торговых марок надо, например, регистрировать. То есть, если у нас... Вот конкретный вопрос. Скажите, пожалуйста, Анна задала, скажите, пожалуйста, торговая марка нужна на все товары, брать продукты, которые продает один продавец. То есть, торговая марка дает цен на продажу всех продуктов, даже если они все с разной категории или же на каждый продукт нужна торговая марка. Я так понимаю? Я так понимаю. Разговор о том, что я торгую пятью товарами совершенно разными. Ну, то есть, торгую там, я не знаю, из бьюти, ну, даже пускай классика. Хомкитон, товары для дома, спорт. У меня, например, пять товаров. И они все под единой маркой. Ну, предположим. То есть, я называю их там, я не знаю, F-type, например. Или S-type, например. То есть, вот мне нравится такое название. Я их все пять назвал. Сколько будет отдельно их регистрировать. Или, и второй момент более сложный, сразу усложняю. У всех пять разных названий. И хотелось бы их объединить, например, под маркой магазина. То есть, магазин у меня называется, там, магазин от Светланы, грубо говоря. А у каждого торговая марка была разная. Вот как с такими проблемами? Решать людей, подводить под общий знаменатель, с минимальными затратами? Я думаю, это такой, один из самых актуальных вопросов. Ну, давайте начнем с самого простого. Есть много товаров. Все их желательно зарегистрировать под одной торговой маркой. Так это будет дешевле. Каждая процедура подачи, то есть, подать их всех одной процедуркой. Желательно, конечно, идеальный вариант, когда все эти товары приблизительно в одной и той же группе класса. То есть, носки, рубашки, и все это попадет в один класс, вы заплатите просто госпошлину в 275 долларов. Если же у вас, допустим, 5 товаров в категории одежда, 5 категории, 5 товаров в категории спорт, какие-то там, спорт, агентарь. Как идеальный вариант, было бы очень удачно, чтобы они попали тоже в один класс, тогда вы регистрируете тоже одной регистрацией два класса. Указываете, два класса, это будет стоить каждый по 275 долларов. То есть, 400, 275, и 275. Вот это самое простое. Вот на примере, на конкретно, вот я тебе два примера дал. То есть, предположим, понятно, если отдельный класс, то отдельный класс. Вот у людей конкретная ситуация, то есть, 5 товаров, 5 разных бренд-регистри, грубо говоря, 5 разных названий в кавычках торговых марок, которые мы зарегистрировали на Амазоне. И один, соответственно, существует магазин. Как человеку, если это один, ну это один класс, вот, как ему поступить? То есть, что ему? Переделать все листинги, перестраивать упаковку, переделать? Или, например, зарегистрирует сам магазин и потом под названием вот этим вот, типа, бренда, еще сверху, где написать магазин. И это вот тогда его защитит. Да, очень часто частаткая практика использования двойных, скажем так, торговых знаков. Один, который идет как бренд-регистри, а другой, как самого магазина. То есть, на товаре уже указывается, получается, нужно указывать двойной товарный знак. Потому что, для того, чтобы доказать использование, по-любому, на этом товаре должен быть логотип, хотя бы. Понимаете? получается, на брак вы можете указывать, иметь один торговый знак магазина, указывать его для каждого бренда-регистри, для каждого товара. Но это больше, скажем так, для отпугивания. Потому что при процедуре регистрации каждый товар должен быть со своим логотипом, с тем же самым логотипом. Хорошо. Мы донесем, добьем. То есть, у меня, например, вот смотри, пять товаров, один там, номер один, номер два, номер три, номер четыре, номер пять. Это были бренд-регистри, это как бы мои бренды. А магазин называется у меня Вася. И я, соответственно, должен, чтобы подать на регистрацию, номер один, номер два, номер три, номер четыре, номер пять. Крупными такими у меня все четко написано, это у меня старые упаковки, но упаковки еще ее исправить и дописать Вася где-нибудь над логотипом. Тогда это можно сделать, правильно? Да. Ну, скажем так, маленький ребрендинг. Мини ребрендинг. Понятно. То есть, это самый простой вариант. И даже если классы разные, все равно такую проблему лучше решать так, чем по отдельности, например. Или тогда уже можно просто по отдельности регистрировать и не надо их объединять в одно. Конечно. То есть, самый идеальный вариант это подавать одну заявку на несколько классов. Меньше затрат и так далее. Подача отдельных заявок на разные бренды это, естественно, умножение всех затрат. Так, следующий вопрос. Надеюсь, мы эту тему раскачали. Пишите вопросы, потому что у всех специфически свои проблемы, я уверен. И надо как бы уточнять, для этого мы и собираемся. Да, сегодня старый гость. Тот, который проводил. Так, значит, что у нас вот еще? Максим Ким спрашивает. Если торговая марка патент пендинг, означает ли это, что никто уже не может продавать его? или пока патент не получен, то запрета как такового нет. Уточни, пожалуйста. Да, запрета как такового нет, но в тот момент, с момента регистрации заявитель имеет право написать официальное письмо всем сторонам, нарушающим его торговый знак, либо патент, и с момента и предупредить их, что они нарушают его права, и с момента как они получили данное письмо, он после регистрации сможет с них в судебном порядке востребовать ущерб, также моральный, с момента получения письма. То есть, получается, по большому счету защита есть? Так что это называется предварительный период защиты. Как только вы подали на регистрацию, вы имеете право отсылать всем письма и предупреждать я подал на регистрацию. Я в момент получения решения буду с вас требовать за ущерб. Ну, то есть, так, это интересно, во-первых. Второй момент. Помимо всего прочего, патент Пенлин, естественно, морально защитит от многих новичков, потому что, если я увижу, ну, я как бы не там, не мега профи какой-то, но если я замечу в фотографиях, в буллетах написано, что такой товар патент пендинг, я уже точно рыпаться не буду. То есть, новичков точно отсеет. Вот, второй момент. Второй момент. По поводу атаки как раз. Действительно, вот это письма рассылает. Тоже немаловажный момент. Если правильно составить письмо и предупредить людей, что вы даете время на распродажу остатков, ну, чтобы кипиша не было. И третий момент. В любом случае можно писать в Амазон и как бы показывать, что у вас такая вот история. И может быть, ну, Амазон неадекватная история, они по разуму могут на это отреагировать. Плохого нам точно ничего не будет, но конкурент мог убрать. Но ты напомни еще один момент, когда можно патент на патент пендинг. Меньше года, правильно я так понимаю? Эффект новизны. Да, то есть, смотрите, как только где-то появляется товар, ну, ваш товар, вот вы начали торговать этим товаром, нужно понимать, что, в принципе, патент подразумевает на себя под собой новизну товара, формы, каких-то его свойств. Вы, являясь, скажем так, изобретателем и так далее, можете начать ним торговать, но, если пройдет больше года, считается, что данный товар потерял новизну. Вы сами, как изобретатель, не сможете подать уже заявление. То есть, вы даже, если его подойдите, то получите отказ. по принципу потеря новизны. Интересно. Так, следующий вопрос. Так, замас спрашивает, если патент по имени, то нету запрета, это больше не понимаю, что тут устрою. Устранение для остальных селлеров, что я в процессе берегет. Берегитесь, наверное. Нет, нет, ну, Азамат, мы, в принципе, рассказали, то есть, здесь, именно это, действительно, атака, помимо того, что берегитесь, действительно, как я и сказал, что он написан, второй момент, можно письма разослать, то есть, такая, действительно, психологическая атака, однозначно. Так, а если мы продаем сегодня рубашки, а через год решили продавать мухобойку, все зависит от классов. Если классу мухобойки относится, ваша торговая марка, тогда нормально, правильно я понимаю? Если нет, значит, нормально. нет, нет. Расскажи тогда. Можно заранее при подаче, то есть, вы можете подать эту мухобойку по принципу того, что вы еще ее не начали, не начали ей торговать. То есть, как я говорил, будут дополнительные акции, вот из этой графы. Если вы не продаете продукт, то у вас есть шесть месяцев на то, чтобы после получения решения подать заявление о том, что вы начали его использовать, но изначально вы должны указать мухобойку. если вы ее не указали, то подавайте новое заявление, новый регистратор. Так, ну читай сразу тогда сам. У меня пока ничего нет. Нет, у меня вылетел сейчас. Тебе писали на sky по тайне, написал, что-то ему не ответил. Я думаю, после лайва созвонитесь, пообщайтесь, не проблема. Там два гизма, Валентина и Александр. Румыния. Гизма, Александр, Румыния. То есть, если товары продаются более года, то патентом они не могут быть защищены ни с какой стороны из-за потери новизны. Все правильно? Да. Все правильно. То есть, мы не можем просто взять и запатентовать старый товар. к сожалению. Так, следующий Максим спрашивает. Если в дизайн, который патент пендинг, нести небольшие изменения и начать торговать, будет ли это считаться нарушением прав на патент? Или малейший изменение дизайна уже не является нарушением? Ну, то есть, как обойти, нам как обойти и как могут нас обойти? Смотрите, патент пендинг это просто предварительная подача. То есть, нужно обходить патенты. И, что касается патента на дизайн, то да, дизайн обходится изменением формы. Патент на дизайн, по сути, своей защитой является защитой формы. Если вы изменили форму, хорошо, у вас есть прибор светильник, люстра. Вот, вы на эту люстру имеете патент на дизайн, где три плафона, какие-то ажурные. Добавляете четвертый, это уже другая, вы обходите этот патент на дизайн. Что касается патентов на изобретение, здесь ситуация намного сложнее. Они являются самым высшим уровнем защиты. И, в принципе, если простым языком говоря, как пример, если в люстре используется, вернее, если есть лампочка на светодиодах, к примеру, красного спектра, где бы эти лампочки, в каких бы люстрах они не использовались и какой бы формы вы не делали эти лампочки, они все попадают под эту защиту. И вы не обойдете ее, пока не сделаете свою лампочку синими светодиодами. И не сделаете на нее патент. Я говорю синими не по цвету, а по спектру, по физическим параметрам. Как пример. П. И про красное. патент, а патент на дизайне, еще раз говорю, что в принципе можно обходить. Делайте другую форму. Ну и естественно, желательно под своим торговым знаком. потому что когда появляется такого рода нюансы, когда идет обход патента, то обычно начинается разбирательство, и если у вас есть свой торговый знак, то это является дополнительным доказательством. для меня лично вот если упростить все на самом деле, как именно продавец рассуждает, на данный момент у нас группа состоит в основном из новичков. Ну, основная масса, то есть львиная доля для тех людей, которые на Амазоне полгода-год. Ну и меньше, естественно. Мы здесь разбираем вопрос элементарный. То есть патент-пендинг на год. Мы еще практически здесь никто находящийся на Амазоне, ну, мало кто, год торговал в принципе. Вот, из-за этого на данный момент вот конкретно этот видос, этот лайв для того, чтобы закрыть вопрос просто на год. Поработать, попробовать, посмотреть и понимать, быть более грамотным. То есть вот для меня, например, некоторые такие вот открытия возникают. Вам тоже почерпнуть можно, наверное, что-то. Кто-то что-то не знает. Например, меня, вот это именно когда мы делаем торговую марку, мы должны что, все товары туда забить? Вот сегодня я хочу, торгую одним, потом другим. То есть как мне это вот сказать? Вот это для меня действительно важно и интересно. Хорошо, давайте повторим еще раз вот этот ламс, потому что он действительно очень сложный. Нужно в первую очередь ориентироваться на те товары, которыми вы уже торгуете. Эти товары вы забиваете в регистрацию. Дальше вы можете в этом же классе смотреть подобные товары и также их добавлять. В принципе, по одному классу можно добавить большое количество товаров. Но нюанс есть в чем? Что, во-первых, нужно предоставить хотя бы одно-два доказательства для хотя бы для двух товаров, одного хотя бы, тем, которым вы уже продаете в данном классе. К остальным необязательно, скажем так. Но если в процессе использования торгового знака конкурент может подать заявление о том, что вы не используете ваш торговый знак для данного товара. То есть вы забили себе 200 товаров, работаете только с 10. Он подает заявление и вам будут в судебном порядке аннулировать все эти лишние товары. И это естественно затратно. Это то, что касается товаров в одном классе. Подавать заявку на товары, которые вы еще не продаете в другом классе, только по этой процедуре, которая здесь написана, что вы обязуетесь начать продавать данный товар через 6 месяцев. Либо и потом вы обязательно должны предоставить декларацию об использовании, это обойдется в районе 200 долларов. Если не предоставите, будете продлевать данный срок за 250 долларов каждые 6 месяцев. То есть посчитайте, выгодно ли вам забить 6-7 товаров, которые вы не используете, и за каждый класс вы будете платить по 550 долларов. По логике вещей, в одном классе, в котором вы продаете один товар, два, можно еще добавить два-три, которые вы запустите в ближайшее время. Больше? Нужно считать, насколько коррентально. все ясно. Ну вот, из-за этого я и говорю, что здесь в основном мы как бы все основная масса новичков, и нам надо решать вопросы на ближайший год хотя бы план делать. Для этого мы этим занимаемся. Берем трегистри, я уже много раз говорил, что специфическая вещь, тем более ее скорректировали, что будет дальше с ней непонятно, Amazon играет свою игру, завтра что-то новое придумает, то есть реально постоянно меняется, раз в полгода меняется все кардинально, раз в месяц меняется все достаточно, тоже интересно бывает. Вот, из-за этого торговая марка, которая регистрация не может повлиять никак на Amazon никак не может повлиять. По поводу патент-пендинг, еще раз говорю, года вполне достаточно понять, как этот товар будет продаваться. Я считаю, на начальном этапе очень важно спланировать именно торговую марку, чтобы если у вас товар пошел, предварительно, вы ищете товар, вы ищете именно сам, само название торговой марки. Я на данный момент не успеваю постоянно это сделать и корректирую потом другим названием. То есть ввожу одно название, потом добавляю, короче, по геморройному все это получается. Если у вас есть время на это, можете сами проверить, можете через кого-то проверить, через нас проверить. И после того, как вы поторговали несколько месяцев, у вас уже есть доход от этого товара, я считаю, его надо защищать. Защищать торговую марку самое оптимальное. Патент пендинг мы делаем уже, во-первых, далеко не для каждого товара, потому что есть эффект новизны, есть всякие моменты. Кстати, эффект новизны. Вот есть обычный товар, точилка для ножа, например, и мы что-то в нем изменили, в этой точилке для ножей. Там силикон добавили, ну то есть элементарный, сам понимаешь. И силикон добавили, как-то ручку там закруглили, там ее расширили, элементарно. Вот. Мы можем тогда в этом ситуации на патент пендинг подать? Что у нас все-таки она какая-то индивидуальная на дизайн вот этого будущего. Как вот в этой ситуации. Мы не копию, ни один в один делаем, мы какие-то сделали изменения. Да, патент пендинг можно подавать при малейших изменениях, потому что в принципе, как результат он не проходит экспертизу. Вы просто-напросто бронируете. Ну вот, я тебе говорю, патент пендинг, то есть мы делаем не на старте и не планируем его, а только тогда, когда уже пошли продажи. Три месяца прошло, полгода. Это понятно. То есть для меня лично однозначно это как бы шаг, 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 пошагово, то есть потихонечку идем. У меня другой вопрос, еще раз говорю. Если мы не можем, например, на старый товар дать патент. Я понимаю. Какого рода должны быть изменения, чтобы я на довольно старый продукт, который не запатентован и который довольно торгует, какая стадия изменений должна быть, дизайна там, ну так далее, чтобы я мог на него патент подать. Пускай все торгуют тем старым, я и претендовать не буду. Главное, чтобы вот именно мою кастомизированную версию никто не тащил. какая степень разница должна быть, дифференциация. Хорошо, смотрите, вот патент на дизайн, мы будем говорить здесь больше просто о форме, изменения могут быть приблизительно такого рода. У вас есть прибор, допустим, настенные часы, самый простой пример, да? Так вот, настенные часы могут быть в форме бабочек. А вы делаете ваши настенные часы в форме божьей коровки, делаете патент-пендинг, нормально торгуете год, смотрите, что это продается, переходите с патент-пендинга на патент-дизайн и регистрируете. Получаете регистрацию. То есть, все дело в форме. И, скажем так, есть еще маленький нюанс, орнаментный рисунок. Но это довольно-таки скользкий вариант для получения изменений. Больше нужно ориентироваться на форму. Часы в форме бастербольного мяча, бейсбольного, еще что-то в этом роде. И так далее. В форме гитары, почему бы и нет. То есть, для обхода нужна только форма, особенно в патенте на дизайн. Это касается также и приборов. Есть многие приборы, которыми торгуют на которые уже патенты на изобретение потеряли свою силу. То есть, они не новые. Это касается каких-то браслетов электронных, еще что-то там. Какой-то давно известной вещь. Вот, часы, к примеру, просто сделайте их в другой форме и торгуйте под своим торговым знаком. Это будет ребренник. И вы ушли от патента на дизайн. То есть, все торгуют теми же самыми какими-то приборами. Все они квадратные. Вы берете, добавляете туда две лапочки, делаете его круглым, с ушками зайки и торгуйте дальше. Вот так вот. Понятно. А если мы возьмем суперпростой товар, какую-нибудь линейку, 30-сантиметровый, какой-нибудь прибор измерительный, я не знаю, как его можно. Орнамент там не подойдет, в сантиметрах или в дюймах и так понятно. Материал металлический, пластиковый. Нет. Здесь патентный дизайн это в основном только форма. Если мы берем какой-то прибор, то они больше попадают под патенты на изобретение. Там можно смотреть уже патент на изобретение. Это более серьезное. Точилка для ножа. Хорошо, давай представим. Я вот просто хочу представить на простой абсолютно товар. Я не говорю нож. Ну, нож я не знаю. Ну, давай нож, кстати. Обычный нож. Нож, он, понятно, бывает прокатный, кованый, там, разных размеров и так далее, разных видов. Вот. Если ручку мы будем менять, мы можем запатентовать? Вот ручку мы как-то сделаем там, я не знаю. положить лезвие, чуть-чуть с выгибом, с прорезом, с пилочкой середерной и так далее. Форма может быть на конце с каким-то там ромбом. открывать пивные пивные бутылки там. Это для начала для формы, да, вот это уже что-то можно идти на какой-то патент, на дизайн, менять какую-то форму. Ручка, я там, не знаю, с кольцом для пальца, чтобы можно было крутить. это не новое, но как пример уже идет. Еще какая-то форма там для ручки, ну, к примеру, кастеп какой-то формы зайчика, да, уже какой-то нюанс в ручке. Что касается уже более технического варианта, всем известные мультитулы, все они запатентованы как патентное изобретение, есть куча своих нюансов и так далее. Что-то такое. Понятно. Ну, давай к вопросу вернемся, посмотри, почитай, на что ты еще не ответил. Так. Ну, вот, я так понимаю, об зал спрашивает. Добрый вечер. Получается, в процессе продажи мы не можем добавлять другие товары и другие классов под нашу марку. Марка будет универсальная, под которую можно добавлять все, что угодно. Да, не можем. Только в начале то, что задекларировали, то есть выбрали свои товары, которые вы уже торгуете, вы можете добавить еще, допустим, два-три, которые не собираетесь торговать. А в принципе не можете. так, нельзя ли будет просто, это к тому же вопрос, об зал спрашивает, нельзя ли будет просто доплачивать заклад в процессе регистрации? Нет, регистрация подана, все, только новая заявка. Так, дальше идем. Так, Владимир спрашивает, а в процессе используем торговые марки, можно будет менять логотип для бренда? Новая заявка. Понял. Опять, но она будет отдать больше силы и более легкой регистрацией, поскольку она будет идти на основании предыдущих. Понятно. Валерий, будет лучше или легче. Владимир еще спрашивает, можно будет добавлять со временем в одну торговую марку несколько брендов? Сколько это будет стоить? Это, по-моему, взаимосключающие понятия. Если уже одна торговая марка, что он имеет вообще в виду? То есть у него будет торговая марка с одного слова, он хочет добавить не второе слово? В принципе, может. Опять же, вторая заявка на основании первой может. Логотип может добавить. Но это все отдельно на заявку. Сергей спрашивает, а можно потом подключить, когда уже запустил новый товар, так как я не знаю, какие следующие товары будут запускать. Нет, торговую марку в любом случае регистрируем мы не вначале, а только тогда, когда мы понимаем, что нам надо товары защитить. А это мы поймем тогда, когда мы хотя бы несколько сделаем поставок и получим стабильные продажи. так что не надо никуда спешить в любом случае тратить лишних денег. Это однозначно. Просто если те люди, которые очень уверены в своем товаре, вкладывают большие деньги и так далее, я им советую до того, как они даже запускают и что-либо делают, потому что они же печатают упаковку, печатают логотипы, лазерную гравировку или еще что-то делают, просто можно все это проверить. Потратить на это 100 долларов и получить вероятную гарантию около 90% такой торговой марки в данный момент нет. Она, естественно, может быть оформляться или еще что-то, но получить по крайней мере внятную консультацию, что более-менее соответствует и что потом не переделывает заново все буклеты, коробки, упаковки и все остальное. Вот единственный момент. А те, кто вкладывает небольшие деньги, естественно, сначала надо заработать что-то, а уже потом дальше это делать. Просто мы рассказываем какие есть варианты, чтобы человек не забыл и имел это в виду. Последний вопрос. Алекс спрашивает. Александр, озвучьте, пожалуйста, еще раз, сколько стоит регистрация торговой марки и сколько стоят услуги и что происходит в случае отказа регистрации с оплатой госпоршина оплаты услуг адвоката. Ну, то есть за подачу документов госпоршина в любом случае сгорает, потому что государство их забирает. Что происходит с оплатой адвоката? То же самое. Слуги оплаченные никто никаких возвратов не делает. Вот, но предварительно, но предварительно говорят вероятность и риски. Потому что, вот как я, например, мой опыт могу рассказать. Около двух недель мы потратили, так и не определились с названием торговой марки. Потому что нам сказали, как раз Александр сказал, что оптимальный вариант, мы выбрали синтетическое слово, такого нет, очень долго искали, но в любом случае, чтобы с вероятностью там почти 100%, придумайте еще одно синтетическое слово, тогда вероятность регистрации гораздо выше, чем мы, например, там одно только слово попытаемся зарегистрировать. Правильно? Уточни, пожалуйста. Да, конечно. то есть в первую очередь нужно определяться с тем, что самые хорошо защищаемые слова это какие-то фантастические слова, которые мамикают на товар и вообще идеальный вариант какие-то синтетические слова, то есть придуманные, комбинация придуманных слов. Также оптимален вариант, когда бренд состоит из двух слов. То есть у вас двойные шансы на получение. Если по одному получаете отказ, говорите «хорошо, я согласен», по первому получаете позитивное решение. И вообще оптимальным вариантом у вас двух словах и логотип. логотип тоже дает дополнительную защиту и по логотипу еще больше шансов получить торговый знак. В принципе, что касается возврата денег или гарантий, в первую очередь нужно понимать, что есть понятие приоритета и все торговые знаки могут всплыть на следующий ежедень. Мы делаем поиск сегодня, причем делают в сложных случаях два эксперта поиска, потому что мнение одного эксперта может колебаться. У меня такое мнение, мне кажется, что данный логотип не похож, а у другого эксперта другое мнение. Он говорит, что похож. субъективно делается по независимых мнения в сложных случаях и определяется. Если мы считаем, что шансы очень низкие или нулевые, мы просто заплатили за поиск 100 долларов, мы говорим, что у вас нулевые шансы регистрации не делайте. Адвокаты американские всегда возьмут с вас деньги, запустят процесс и в лучшем случае просто на уровне отказа будет отказ. Так, следующий вопрос пошли. Так, Абзал спрашивает, уточняет, наверное, значит, должна быть дополнительная заявка к новому товару под старую уже зарегистрированную торговую марку. Здесь получается, что мы регистрируем обратно марку или новый класс, а цена какая будет заявки, как в первый раз или дешевле? В принципе, все как в первый раз. Это отдельная заявка. Вы не можете добавить к старой заявке. Единственный плюс в том, что если будет тот же самый торговый знак, то будет легче процедура и будет если еще в том же самом классе, то вообще просто заявка пойдет на ура и быстро получите решение без каких-либо возражений. вопрос приоритет возникает уже. Да, на основании на приоритете. Пока вопросов больше нет. Что можно еще добавить по нюансам? Какие вопросы тебе чаще всего обращаются и задают? В первую очередь больше всего посоветую вот такой пункт перед тем, чем-либо заказывать какой-либо товар, заказывать тот же самый поиск. Три простых каких-то таких рекомендаций. Вы перед тем, как вы общаетесь с поставщиком, сразу же у него спрашивают, есть ли патент на товар. Они обычно говорят, что у китайцев обычно в Китае есть свои китайские патенты. Они иногда переходят куда-то в Европу, в Германию большой объем продаж. То есть они вам сразу же могут сказать, что есть патенты, есть торговые знания, которые действуют. Иногда они даже сами не в курсе и вводят клиентов в заблуждение. Вот у меня был недавно случай тоже простой товар, устройство. Китайцы говорили, что есть патенты. Мы проверяем, смотрим, он говорит о кого. Показывает линк на Амазоне. Смотрим на Амазоне, данного клиента, у него не патент, у него торговый знак. Проверяем торговый знак. Торговый знак был в январе 2006 года, и китаец забросил тоже в 2006 году. То есть, в принципе, китаец не обладает всей информацией. Он сказал, да, есть патент. Во-первых, это не патент был на практике, это был торговый знак. Второй, торговый знак не действует. В принципе, человек может нормально работать. Но, изначально нужно запрашивать информацию. Вы собираетесь торговать товаром, вы ничего о нем не знаете. Или вы думаете, что патентный поиск вам скажет больше, чем кто-либо. Патентный поиск, тот же поиск на торговый знак, он обладает какими-то лимитами. Это не стопроцентная гарантия от Бога. То есть, в первую очередь запрашивайте информацию у вас в китаеце. Какие патенты, какие торговые знаки, какие названия фирм, кому он уже продавал. На основании этой информации уже изначально можно определить, что это. Лучше клиента никто не знает, лучше вас никто не знает ваш товар. вы должны его изучить вот и до. На том же самом Амазоне проверьте всех ваших конкурентов. Допустим, у вас лампочка. Возьмите в поиск лампочка, потом пендинг, потом лампочка регистра. И выпишите всех вот этих фирм и по ним уже можно моментально делать поиска в течение двух-трех часов сказать, какая ситуация, товар просто бросайте и бегите и ничего не заказывайте. Либо можно торговать. Ну, приблизительно хотя бы что-то. Потом тот же самый товар. У вас допустим лампочка. Изучите похожие слова, синонимы, ключевые слова для поиска. Не просто лампочка, а фотодиод. Фотодиодная лампочка, светодиодная, инфракрас, и так далее. Изучите свой товар от и до. Начните от поставщика, потом проверьте все ключевые слова. Ямазон проверьте. Тогда вы будете обладать всей информацией о вашем товаре. Не будет таких огромных рисков, что вы запускаете товар и не знаете, какая ситуация. Ну, наоборот, вот так вот. Так, следующий вопрос. Если патент китайский, товар продается в Штатах, это нарушение, какие последствия могут быть? Нет, все патенты торговых знаков обладают территориальной защитой. Но, то есть, если патент в Китае, он только как в Китае действует. Но, тот же самый китайец, когда он смотрит, что товар идет огромными партиями, он расключивается, и у него уже есть китайский патент, он в течение года, или торговый знак, он в течение года имеет право перейти с администрацией в США, о чем я говорю, приоритет. И он всплывает с этим приоритетом на год назад. Но, опять же говорю, все действует территориально. китайский Китай, но китайец может перейти в Америку. Все понятно. Если на перчатках кармашка, это уже другой дизайн? Сложно сказать, просто мне кажется. По идее, старт другой дизайн, но для того, чтобы сказать, будет ли это запатентовано как новый дизайн, нужно посмотреть, а есть ли уже запатентованные патенты на дизайн с перчатками и кармашками? Ну, это надо уже к Александру. Да, уже лично, мне кажется, такие частные моменты. на примере перчаток как бы более сделать их индивидуальными. Да, какие-то кармашки. Вообще патентный дизайн подразумевает себя форма и арналь. То есть, вполне возможно, что для перчаток можно сделать какое-то тиснение узором, горячее тиснение узором, еще что-то какие-то там, ну, кармашки как кармашки, может быть даже какие-то молнии или отверстия для вентиляции. Это уже тоже другой дизайн. Все ясно. Так что с поднятыми на дизайн это все границы только ваших фонтальных. Так, следующий вопрос. Если китайцы не говорят, кому продали товар, мой новый поставщик, когда я спросил, сказал, что это континентальная информация. двигаемся дальше, тут вариантов нет. Все равно надо в Америке анализировать все это, а не в Китае. В принципе, опять же, вот эти вот рекомендации, которые я сказал. Вы знаете, как называется ваш товар на Амазоне, забили и ищите. Патент точно так же найдете кому продал этот товар или кто торгует. Понятно. Следующий вопрос. Игорь спрашивает, а если товар, который я хочу продавать, уже продает кто-то, без патента, а просто под торговой маркой какой-то компанией, то могу ли я продавать такой же товар идентично, но под своей торговой маркой? То есть, просто нанести свой бренд, логотип на этот товар? Ну, как мы все и делаем на самом деле. Конечно, можно. Ну да, это называется репрендинг вообще-то. Да. По идее подразумевается, конечно, что мы какие-то внесли в страну изменения туда-сюда, улучшили качество. Да, то есть, какие-то сделали там, я не знаю, упаковку изменили, почему там, еще что-то сделали. То есть, в любом случае подразумевается, что что-то мы делаем, как бы. Но здесь уже на на нашу ответственность. так, пока вопрос нет. Так, еще вопрос от Игоря. То есть, главное проверить на отсутствие патента и вперед. Можно продавать, норм. ну, в принципе, наверное-то, в любом случае, патент это наше зло, самое большое. Я еще раз повторяю. Торговая марка нас защищает, чтобы к нам не клеились в лисинг, чтобы мы не проиграли buy box, чтобы мы не дергались, не тыркались, именно торговали своим товаром. Амазон будет постоянно что-то придумывать, они будут бренд-гейтинги делать, что-то еще, платно, бесплатно. Вот. Торговая марка нас защитит, не сразу, не мгновенно, но в любом случае мы, пожаловавшись в чат Амазона, достаточно быстро избавимся от прилипал, от хайджекеров так называемого. Вот, что дает торговая марка. Именно, мы защищаем свой листинг. Не более того, патент это совсем другое дело. Патент позволяет, или патент-пендинг, опять же, еще раз говорю, в чем патент-пендинг? Потому что он просто дешевле, с ним проще и можно попробовать. Вот. Это промежуточное звено. Мы можем уже атаковать. То есть, если у нас есть торговая марка, уже даже зарегистрированная не имеет значения, таких, я не знаю, там, шариковых ручек с нашим торговой маркой, только не с нашей торговой маркой, будет море. То есть, она, например, вы поймаете какой-нибудь там, я не знаю, фиджет-спиннер тот же самый. Поймали бы его, например, в конце декабря или в январе, запустили бы его, этот фиджет-спиннер, который там не запатентовал человек, который его придумал там, сколько, 20 или 30 лет назад. Вы можете торговать. Ну, и может торговать все, кто угодно. И пускай у вас зарегистрирована торговая марка или не зарегистрирована, или вы к старой торговой марке засунули под этим классом этот товар. Не имеет значения, все будут им торговать, но если вы бы вовремя подали, значит, ну, фиджет-спиннеры как бы на Амазоне недавно там популярность такого возникла, в принципе, старый товар, наверное, ему не подойдет, но какой-то, например, новый свежий товар, и вы его нашли вовремя, и даже перед вами кто-то начал торговать, а вы подали на патент пендинг, то есть на получение как бы патента в кавычках, вот, уже новые люди, неважно, есть у них торговая марка, своя зарегистрирована, или они будут в будущем регистрировать, они уже 10 раз подумают, надо ли это им, как вот фиджет-кьюд, например, на кикстартере запустили, идею запустили, все продается, сейчас уже сколько там год будет к августу месяца, подходим плавно, ну, вот, соответственно, патент там в течение года и регистрируется, и больше никто скоро им торговать не будет, так же, как не торгуют там всякими биванами и всем остальным, постепенно патенты подтягиваются и всех банят, вот, и как Александр сказал, они, может быть, еще и письма разослали всем, а может быть, они этого не знали, что можно так делать, а может, разослали, и те, кто нарушил, они еще им потом предъявят, вдогонку, так скажем, то есть еще и денег будут должны, придача, так что не надо путать, это разные вещи совершенно, вот, и патент пендинг, он защищает совсем по-другому, он не только ваш личин защищает, он вообще этот товар защищает, то есть туда лезть с этим товаром, конкуренция будет у вас всегда намного меньше, во-первых, не полезут новички, неопытные, ну, точнее, совсем неопытные полезут, а все остальные, в принципе, и лезть туда не будут, только крупные пойдут с юристами, которые ничего не боятся, в которых там все в порядке, и полезут вот совсем новички, но новичку по башке ему дать там то в принципе все он там сам отлетит со временем как правило вот в принципе вот так дальше я так по торговой марке есть понятие пендинг на торговой марк понятие пендинг нет но мы его и так регистрируем расскажи как это происходит буква р я буква тм с момента подачи торгового знака вы получаете номер и имейте право использовать когда он вас зарегистрирован пишите уже я хотел бы еще раз вернуться вот по поводу по поиску по патентам и вообще патент нужно понимать что патенты во первых делятся на патенты на дизайн даже если вы делаете поиск нужно определиться какой у вас товар есть смысл делать патентный поиск по товарам есть какие-то приборы там да это серьезный патентный поиск который дает вам какие-то гарантии на уровне 90 и процент а вот что касается патентов если у вас товар расческа носки ну какие-то такие вообще известные товары которые все в сотнях вариаций серии там ножик простейших ножек картофель чистка и так далее это никак не сделает патентный поиск по данной тематике бессмысленно уже просто посмотреть на амазоне торгуют ли люди или нет потому что это настолько распространенные товары даже тех самых патентов если их начинать смотреть то их там 600 миллиона вы понимаете что это просто-напросто бессмысленно модификации все миллион такой вот на простой товар который является примитивом бессмысленно делать патентный поиск это уже на верится на усмотрение продавца посмотрите на амазоне торгуют торгую какая рекомендация патентный поиск имеет смысл делать на серьезные товары либо делать патент переход к патенту на дизайн но это уже более серьезные вопросы да именно есть смысл после дела сначала патент пеннинг а потом переходить на патентный дизайн хотя я все давай дальше а монете а понятие пеннинг есть и для патент на дизайн и для патент на изобретение правильно просто патент пеннинг а дальше что вы будете делать это уже ваш выбор ждем вопросики вот как обычно полтора часа от бомби в принципе я думаю последнюю партию вопросов да и достаточно кто хотел я так понимаю все что хотел спросили любом случае пытаемся донести нужно очень важную информацию и повысить грамотность потому что я честно могу сказать когда только начал этим заниматься этими всеми патентами узнавать когда бренд регистры я понял что толком не работает у многих у некоторых до сих пор и некоторые до сих пор письма пишут своим прилипалом они отлипают но мой опыт подсказывает что к сожалению это редко бывает вот чаще всего такого не многие конечно с этим вообще не сталкивались у кого нет хороших продаж то что прилипало лезут к тем у кого отличный продаж но рано или поздно надеюсь основная масса получит результат вот и столкнется с нашими любимыми дропшиперами вот которые этим любят заниматься очень сильно да любом случае я это говорю мы просто постараемся повысить грамотность для общего развития потому что нет цели чтобы все прибежали и заказали у нас работу можно заказывать юристов и в америке и я смотрю в чате очень часто по этому поводу переписываются то есть каждый делает выбор свой мы рассказываем то что мы знаем а принимать решение в любом случае во но грамотность очень важно предупрежден вооружен и все вот эти подводные камни мы вроде стараемся так скажем про них рассказать что какая ситуация может быть что могут пообещать и выполнить в принципе я думаю все аксандр большое тебе спасибо очень много информации так периодически раз в месяц будем любом случае от новой рассказывайте и делиться опытом потому что опыт бесценен всем спасибо думаю вечер добрый так что всем доброго вечера доброй ночи всем пока хороших продаж